ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Ну вот на Украине произошел переворот. А что, там произошла революция? Или в Грузии переворотов? Сколько было уже? Там революция произошла? Или в Киргизии тоже были перевороты не так давно? Революции? В Египте, если вы помните, там были исламисты во власти. Все, теперь пришла там, а теперь у власти там, ну, светские, представители светского образа правления. Ну, там тоже есть там революция, что в Египте произошла революция. А переворот точно был. Причем перевороты какие бывают? Военные перевороты, да? Чаще всего. Бывают политические перевороты, а не обязательно военные. Ну, это недостаточно, чтобы было. То есть, не всякие. Всякая революция, переворот. Такой революции, если она не переворот, то это и не революция. Поэтому это очень важно, понимать, что это переворот. Ну, неплохо бы рассказать, а что тогда переворачивается эта революция? Когда говорят переворот, то что-то имеете в виду, что именно переворачивается? Вот вопрос. Ну, пожалуйста, вот что вы скажете по этому поводу, да? По поводу революции, как вы понимаете ее, да? Ну, это изменения во всех сферах общества. Изменения во всех сферах. Смею вам доложить, что изменения во всех сферах проходят постоянно. То есть у нас вообще постоянно идет революция. Кто меняется? Меняется он, не все время меняется. Он же не неподвижный. Вот вы все время же меняетесь, правильно? Я по вселенски все время меняюсь, всех все время меняемся. Земля все время меняется. Местоположение Земли в пространстве все время меняется. Если мы так, скажем, меняется, а вы считали когда-нибудь, что оно неподвижным бывает, всякий строй, ну, например, капитализм постоянно меняется, феодализм постоянно меняется, правильно? Так что вот если сказать просто меняется, ну, это как бы подчеркнуть, что диалектический взгляд у вас на это делал, что вы не вертвенный такой. На противоположный. А? На противоположный? Да. Если какой строй меняется на противоположный? Такого нет в строе. Ну, хорошо, будем считать, что вы свою лепту внесли. Перейдем к соседке. А вы как считаете, что такое революция? Как коленая ломка существующая стоимость. Коленая ломка. Главное это поломать все, то, что было. Все понятно. Если все поломали, все существующие условия поломали, полный разгром, это и есть революция. То есть революция у вас, такое, выдающее, чисто отрицательное значение. Ломка главная. Главное сломать. Чем больше наломать, тем лучше. Приходили люди с топорами, начали тут все крушить. Лучше даже с них не с топорами, а лучше с чем-то более тяжелым. С колунами. Так, ну вы теперь что скажете про революцию? Резкое изменение. Резкое изменение. Ну конечно революция это резкое. Потому что если оно не резкое, то это не революция. Но этим бы и не раскрыли, что такое революция, правильно? Вот видите, у меня резкое изменение. Чего революция предошла? Но я вот в соответствии с вашим утверждением поступил. Из этого ясно, что это конечно характеристика революции, она резкое изменение, а не просто такое вялое, текущее. Вы сказали, что изменение, а это обязательно резкое изменение. Это правильно. А вы что скажете? Революция в первую очередь, это острая форма социального конфликта. Острая форма. Спровождаемая впоследствии либо прогрессивным развитием, либо репрессивным. О, видите, какое понятие. Ну это вот я должен определить первую часть как совершенно правильную, а вторую как совершенно неправильную. Во-первых, то что она острая форма социального конфликта, это правильно. Ну-ка, наверное, и переворот тоже острая форма социального конфликта, правда? Переворот тоже острая форма. Здравствуйте. Пока вы садитесь, вы должны подумать о том, что такое революция, идет всеобщий опрос. Вы будете третий. Значит, а вот либо прогресс, либо регресс, это вы смешали революцию с контрреволюцией. Для вас неважно в какую сторону. Либо вперед, либо назад, все равно революция. Такая точка зрения широко распространена. Называют сплошь и рядом революцией такие резкие изменения в противоположном направлении, в противоположном общественном развитии, которые надо называть контрреволюциями, а их называют революциями. Говорят, вот революция произошла, а чем же это? Какая же это революция? Так, ну вот, теперь вы давайте. Ну, революция – это способ осуществления общественного развития? Просто осуществление общественного развития. Если развитие идет, то и революция. А, это я вам не дал договорить. Хорошо. Я беру вину на себя. Которая характеризуется изменением каких-то базисных основ существующего строя. Так оно все время меняется, и базисная основа все время меняется. Не бывает неподвижных. Даже если вы возьмете фундамент нашего здания, базисные основы этого здания, как вы думаете, они меняются или нет? Не портятся. Разве что-нибудь есть, что не меняется? Нет такого. Нет ничего такого. Поэтому это утверждение, оно правильное насчет того, что характеризуется изменение базисных. Ну, и меняются они, а все время меняются. Вот там товарищ приговорил Лоперик. Переходят в противоположное. Меняются на противоположное. Только им просто безразлично куда. Вот в чем его ошибка. Он вообще правильно сказал, на противоположное. А если просто меняется, ну, так это ни с какой революцией не связано, потому что это общее свойство материи, она находится в движении. Мы это изучали. Правильно? Раз мы это изучали, то как мы можем просто то, что характеризует движение, общее положение, относить к конкретному случаю только. Особенному. Особенно же мы с учеби взяли революцией, да? Так, ваше слово. Наверное, оно происходит только тогда, когда социальные противоречия доходят уже до какого-то предела, что, кроме революции, никак. А предел, знаете, что такое? Предел. Что называется? Ну, я могу вам сказать, по знакомству, у нас же знакомство уже состоялось. Предел – это граница, которая переходит. Вот если вы до этого не знали, что такое предел, а сейчас знали, то есть вы вышли за свой предел. Еще такого тут крайнего. То есть, когда стращают выходом за предел все рекордсмены, например, даже вот возьмем Елену Юсенбаеву, она поставила 8 мировых рекордов. Когда она выходит или выходила в очередной раз прыгать в шестом в международных соревнованиях, все смотрели, как она побьет свой рекорд предыдущий. А что значит побить свой рекорд? То есть, у нее она же никогда столько не прыгала. То есть, она выходит за свою границу. Вот граница, за которую выходит, раз выходит за нее, то она – предел. Вот если вы не знали, что такое предел, а сейчас вышли, узнали, то вот вы вышли за свою границу, это и есть ваш предел. А дальше? А дальше, по мере того, как вы изучаете и формулируете что-то дальнейшее, вы опять выходите за свой предел. И все люди, которые растут, развиваются, обучаются, выходят за свой предел. А все люди, которые не выходят за свой предел, как называется? Ограниченные люди. Люди, которые не выходят за свою границу. Поэтому ничего, опять-таки, такого уж чрезвычайного в выходе за предел – обычное дело. Только вот журналисты это не понимают. Они повторяют обычно за уголовниками. Это, говорит, беспредел. Такого понятия, я докладываю, философии нет. Беспредел. То есть люди не знают эти вещи и пытаются как-то выразить на каком-то тарабарском языке. И люди, которые наши коллеги-журналисты, за ними повторяют. Ну, это не стоит повторять. Так, вот вы теперь вам… Вы можете подвести итоги обсуждения и вам заключительное слово. Я думаю, вы для этого позже пришли, чтобы потом, так сказать, как бы собрать все материалы и вот дать окончательное резюме. Что такое революция? Ответственность очень высока на вас. Если вы не дадите, то получается, что последний шанс, который остался, вот он у вас. Ну, это какой-то резкий приворот, который происходит вследствие накопления… О, да, спасибо, да. Конопления социальных противоречий, которые не исключаются насильственными, которые приводят к насильственному общественному строю. Что, что? Которые, конечно, все это приводят к насильственному изменению общественного строя. Вот, например, в 1993 году насильственно изменил общественный строй Ельцин стрельбой из танков по Белому дому, по Верховному совету. И какой строй стал? Какой строй стал? Какой был и какой стал? До стрельбы и после стрельбы. Это насильственное изменение строя, правда? Ну, какой строй был до стрельбы из танков по Верховному совету, и какой после стрельбы? Ну, мы формулировки даем для душевного пользоваться, то есть не надо считать дикостью мои вопросы, правда? Потому что, если мы что-то берем на обрушение, то мы должны его применять. То есть, мы эти категории берем не в орнамент, что я и формулировочку могу дать при случае, так сказать, у меня и то есть, и это есть, и вот формулировочка такая, украшение такое. А надо рассматривать это не как орнамент, а как фундамент. Вот как фундамент. И что изменилось в общественном строе? Сказать? Скажу. Была парламентская республика России, а стала президентская. А как она была капиталистической, так и осталась капиталистической, в этом отношении изменений никаких не произошло. Правильно? Можно ли в этом случае считать революцию, переход, такое вот резкое изменение, доносились на изменения общественного строя, которое изменило форму правления буржуазии. Была одна форма парламентская, а теперь президентская. А вам-то какое дело? Вам-то какое изменили от этого? Или основной массе там, скажем, населения. То ли это будут решать коллегиально представители буржуазии, то ли это будет решать менее коллегиально, в известном смысле единолично, с некоторым большим значением роли президента. А какая разница в этом отношении, в смысле? То есть изменение-то было, да? Резкое изменение общественного строя. Это не революция. Революция у нас произошла? Нет. Так, вам приходится обращаться. Значит, все уже выступили, кроме вас. А вы специально задержались, поскольку готовились. Как мы понимаем. Готовились к тому, чтобы ответить на такой сакраментальный вопрос, что такое революция. И все теперь ждут с нетерпением, что вы скажете, поскольку пока все что-нибудь сказали, полезное. Я везде отмечал, где есть что-нибудь в плане продвижения. Но так понятие революции у нас не получено. Что это такое? Неужели и вы не знаете, что такое революция? Ну, как бы я понимаю, но я не уверена, что я правильно понимаю, но как бы это восстание против власти, чтобы изменить как-то власть или вообще что-то изменить? Ну, хорошо. Вот вчера какие-то митинги проходили. Причем молодежь участвовала очень широко. Причем именно выступление против власти. А скажите, более конкретно, против коррупции. Причем под коррупцией понималась в том числе и деятельность Медведева. То есть премьер-министр. Так? Это и соответственно были там выступления и лодинки. А скажите, пожалуйста, коррупция связана с тем, кто премьер-министр, или с тем, какой строй? Можно ли победить коррупцию, если поменять премьер-министр? Нет. Нет. Вот в этом выступлении позитивное что-то было, или вот негативная часть, вот что-нибудь разрушить. Здесь говорили, сломать устои, разрушить что-нибудь. От того, что вы что-то разрушаете. Вот, допустим, есть куча песка, вы ее разрушаете. Все вы добиваете. Если бы вы добавили туда цемент, начали бы делать кирпичи, ну тогда это была бы уже не куча песка. А так, как бы, вот, представьте, вот можно ее сделать в виде вот куба. А можно ее перемешать и сделать горкой. А у нас еще на пляже, тут у Петропавловской крепости, делают песчаные всякие фигуры. А какое-то время они стоят, потом они все равно рассыпаются. Причем красивые делают песчаные фигуры, там льва или какого-то человека и так далее, или воина. Поэтому вот... То есть всякое ли восстание является революцией. Вот революция без восстания, действительно, это большая редкость, да? А вот всякое ли восстание дает революцию. Ну вот восстание рабов было, а революции не было. Даже трудно себе представить, а какая могла быть революция тогда? Или восстание Пугачева было? Крестьян. А какая могла быть революция? Ну, был бы Пугачев царь. Это революция? Был злой царь, стал добрый царь. Где тут революция? Что, вот как вы понимаете? То есть если вы увидели где-нибудь восстание, ну, значит, революция. Ну, короче говоря, нам нужно в этом вопросе разобраться. И мы, я думаю, совместно убедились, что постановка такой темы, что такое социальная революция и социальная контрреволюция, не случайно. Не случайно, потому что это серьезная очень категория. Серьезная категория, она обозначает самый крупный или один из самых крупных конфликтов, которые есть вообще в истории. Правильно? Вот. Когда в этом конфликте участвуют широкие всегда массы, обязательно. Верно? Не может быть революция, вот переворот, если только какой-то переворот, узкий, дворцовый или военный переворот, в нем широкие массы трудящихся не участвуют, а вот в революции всегда участвуют, если это революция. То есть революция, и вот здесь правильно говорилось, что она не просто какое-то постепенное, это изменение. Это изменение. Во-вторых, не постепенное изменение, а какое-то быстрое, да? А быстрое изменение, как называется? Вот иногда говорят, что у Гегеля в науке логики непонятно написано, такие вот слова употребляются, они понятные. У него, может быть, они непонятные, но они правильные, то есть и точно характеризующие суть дела. Вот у него есть такое понятие скачка, скачок. Что такое скачок? Это перерыв постепенности. Вот то, что вы хотели выразить, резко. Вот идет, идет, идет постепенный процесс. Потом, раз, и перерыв постепенности. Вот этот перерыв постепенности называется скачком. Скачок – это перерыв постепенности, и всякая революция есть скачок в развитии. Вот это первое, что это скачок, но в развитии, а не в деградации. Поэтому вот тут направление у революции всегда однозначно позитивное. Скачок в развитии. То есть, если было медленное развитие, то оно вдруг скачком, скачком пошло резко, быстрее. Вот это будет скачок в развитии, а не просто любой скачок. Любой скачок может привести к тому, что было развитие, а стала деградация. В обратное направление события пошли. Это уже будет похоже на контрреволюцию, а не на революцию. Контрреволюция тоже скачок, и тоже резкое изменение. И тоже ломка, разрушение, и так далее. Что-то ломают. Так ломают, так ломают. Но куда пошло движение? Пошло движение вспять. Поэтому мы должны отличать революцию от контрреволюции. Значит, скачок, это правильно, но недостаточно. То есть всякая революция есть скачок, но не всякий скачок революции. Почему? Ну, возьмите вы такие скачки, о которых мы как-то уже говорили. Вот мы нагреваем воду. Ну, когда вода вскипела, это же скачок. Когда вода вскипела, и переход совершается очень быстро, какое? В газообразное состояние. Или, если у вас охлаждается, охлаждается, охлаждается вода, вдруг раз она превратилась в лед, то есть в твердое состояние. Это что, контрреволюция? В чайнике. Контрреволюция, потому что чайник может лопнуть, раздуться и больше уже не функционировать. Если ее оставили на даче, туда не приехали, а стухнул мороз. Но бывает, пластмасса так растянется, и все равно еще будет работать. А бывает уже и нет. А если у вас вода осталась в эмалированном ведре или в эмалированной кастрюле, вы бросаете ведро и кастрюля все полопается. Потому что вода расширяется, а вот эмалированные ведра и кастрюля, они сразу трескаются по большому периметру. Их лучше использовать нельзя. Нет, ну там грязную воду наливать можно в них. Или вычерпывать что-то там из канала. Теперь уже все. А что касается красивой эмалированной ведро или красивой эмалированной кастрюли, уже хоть с цветами, хоть и без цветов уже не годятся. Поэтому, конечно, это мало скачок сказать. Скачок, но мало. Какой скачок? Который является переворотом. Не только революция. Во-первых, скачок в общественном развитии. То есть мы направление рассматриваем. Движение вперед. Скачок. То есть революция – это созидательное дело. Созидательное, а не разрушительное. Хотя в процессе всякого созидания что-то разрушают. Правда? Обязательно. Даже вам для того, чтобы построить дом, нужно расчистить территорию и убрать оттуда ветхие, может быть, постройки или гнили всякую грязь и так далее. Разрушить то, что перед этим было, приходится. Редко бывает, что без каких-то разрушений можно, хоть какие-то разрушения, это делается. Так. Но это не суть и не содержание революции. Содержание революции созидательное. Это скачок в развитии. Но это не просто скачок. Это переворот. А что переворачивается? Вот тут некоторые товарищи хотели изобразить революцию просто через скачок, что это резко или просто ломка. А это на самом деле переворот. С этого мы начали. Вот вы правильно сказали, что переворот. А что переворачивается в революцию, в обществе? Если мы хотим решать общественные проблемы, то по той традиции, которая заложена французскими буржуазными историками, мы и должны их решать с позицией, теорией, классов и классовой борьбы. И фамилии моих я даже называл, и мы их, наверное, запомнили. Это такие французские буржуазные истории, как Тьерри, Минье и Гизо. Они именно открыли классовую борьбу и сказали, что все, развитие идет путем классовой борьбы. И если мы говорим о власти, то надо не просто говорить о власти. Там сидит Иванов, Петров, Сивлеров, Медведев. А нужно говорить о том, какой класс находится у власти. И второе, уже какие люди конкретно эту власть осуществляют, этого класса. Правильно? Это уже второй вопрос. Ну, другие люди придут. Правящий класс всегда озабочен тем, чтобы люди выступали против конкретных лиц и не затрагивали основ власти класса. Правильно? Потому что класс в буржуазии, в общем-то, и все равно, кто будет осуществлять его власть. Правильно? Главное, чтобы власть позволяла осуществлять капиталистическую эксплуатацию. А если там лица будут меняться и на здоровье? Пусть чаще меняются. То есть в чем переворот? Если переворотом, который может считаться революцией, является только такой переворот, когда на место класса господствующего встает класс, который прежде был гнетенным, эксплуатированным. Подавляемым. Похоже это на переворот? То есть были верхи, были низы. Вот те низы стали верхами, а верх стал подчиненным классом. Он сначала ведь не исчезает, этот класс мгновенно, правда? Правящий. Но он вдруг в одночасье, в случае политической революции, становится подчиненным. Это похоже на переворот? Переворот. Теперь, вот слово переворот присутствует и в самом слое революции. Револф, это что такое револф? Револьвер видели? Чем револьвер от нагана отличается? В наган существует такая система подачи патронов, пружинка стоит, а они так вот, вы один выстрел сделали, и последующий подается. Следующий, а если это револьвер, вы выстрелили, и на один щелчок поворачивается барабан, и теперь у вас другой. Уже патрон готов к выстрелу. Итак, сколько там, если 8 патронов, то значит 8 выстрелов, или 7 патронов, 7 выстрелов можно сделать, вот если барабан есть соответствующий. Вот вращение этого барабана и дало название этому стрелковому оружию название револьвер, револф. А другие, например, там есть пистолеты Макарова, Стечкина, много всяких, наган. Это не револьверы, они не по этому принципу работают. Револф — это только вот один вид такого оружия. То есть переворот имеется в виду однозначно такой, что на место класса господствующего ранее приходит другой, ранее подчиненный, угнетенный. Вот только такой переворот считается революцией. И что тем самым изменилось? А изменилась тем самым политическая власть. Правильно? То есть вот произошло восстание, как вы правильно сказали, вот поселения восстали и кричали «Долой коррупцию!». Вот, скажем, миллионы, если будут кричать «Долой коррупцию!», миллиард. Все будут кричать «Долой коррупцию!» Изменится политический строй? Абсолютно. Еще обратите внимание, например, вот если речь идет о фигуре Навального, вы когда-нибудь слышали, он за что выступает? Никогда не говорит. Он обученный в Соединенных Штатах Америки, обученный он никогда не говорит «За что ты?». Вот я сейчас скажу «За что я?» И вдруг, значит, скажется, вот вы только пойдете и вы. А если против, мы все вроде как и вместе. А это вместе ничего не означает. Пустое вместе. Куда они вместе пойдут? Никуда. То есть вот такое, если против, то можно что-то ломать. То есть можно разрушать власть. А власть будет хуже или лучше, если придется Навальный? А он ничего не говорит, что… Ну, скажем, Гитлер как пришел к власти? Демократическим путем или недемократичным? Вообще не кричал, и никакого переворота не было вроде. Да? Сначала. Но власть-то хуже стала. И, кстати, капитализм как был, так и остался. В этом смысле этот переворот, который произошел, переворот к тому, что у власти стала другая политическая партия, и разогнанные всякого рода демократические институты, этот переворот означал переход к другой форме правления, буржуазии. Это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических кругов финансового капитала. Вот определение фашизма. А финансовый капитал – это не банковский капитал, а банковский, сращенный с промышленным. То есть буржуазия перешла к открытому и непосредственному господству. Не через систему. Сначала мы выкинем деньги на то, чтобы вы проголосовали. Когда вы проголосуете, оказывается, вы проголосуете за меня. Нет, сразу я буду без всяких этих голосований, железной рукой осуществлять свои интересы. А кто против, кто не знает, что такое это и это, всех подавить. В чем разница, в чем особенность фашизма? Потом эта форма не понравилась буржуазии, потому что может получиться так, что и сама буржуазия или ее элементы подавляется этим фюрежом. И она тоже стала участвовать вместе с Советским Союзом в борьбе против фашизма. Поэтому считать, что фашизм – это какой-то другой строй, нет. Это политическая форма, что другая политическая форма господства правительства, парламентская республика, демократическая. Сначала мы проголосуем, потом расстреляем или повесим, или нас посадим на электрический стул, или делаем треугольщик, как в Америке делают. Сначала, чтобы вы успокоились, потом, чтобы стали веселенькие, чтобы вам стало весело, а потом, чтобы не было уже и грустно, и навсегда. В разных штатах по-разному. Где вам предлагается? Сейчас есть, вот видите, вот стоит стул, свободный. Кто не знает, что такое революция, прошу пройти и посмотреть. Он подключен, не подключен? Так вроде проводов не видно, но сейчас же есть мощные батареи, в спинку можно вставить и так далее. То есть, сама по себе демократия, она не противостоит подавлению, правильно? Можно сначала голосовать, потом подавлять. А можно сразу подавлять? Вот это открытый террористический диктат, а террор, террористический, значит, ужас наводить. Чтобы вам страшно было. А так вам не страшно. Вы участвовали в голосовании. А раз вы участвовали, вы соучастники. А раз вы соучастники, что удивляетесь? Что удивляетесь? Все. А что, на выборах когда-нибудь проигрывал правящий класс? Когда-то было это. Кто-нибудь может привести пример исторический, когда правящий класс на выборах проиграл? Только он может проиграть, если идеология господствующего класса и господствующая идеология. Мы с вами этот тезис уже сформулировали. Правда? Общественное бытие определяет общественное сознание. Поэтому, ну раз буржуазное бытие, значит, и сознание буржуазное. Значит, большинство, большинстве голов какая идеология? Буржуазная. Если большинство голов буржуазная, значит, не значит, что во всех. Демократы допускают. Пожалуйста, какая хотите, такое у вас сознание будет. Это ваше дело. Никого это не волнует. Что хотите, говорите. Важно, что будет говорить большинство. А большинство будет говорить именно то, что связано с общественным бытием. Общественное бытие буржуазное. В буржуазном обществе всегда буржуазей побеждает. Вам рассказать, кто победит на следующих выборах? Хотите, я предскажу вам итог. Это вы и сами можете предсказать. Поэтому, когда начинают, особенно представители КПФ, надо нечестно, надо честные выборы быть. Но самые причестные. Если самые честные и причестные выборы провести, то выборы-то проводятся в соответствии с тем, что в головах. А в головах у большинства какая идеология? В буржуазном обществе. Буржуазная. Значит, как КТА и какие партии победят? Буржуазная. Ну и все. Чего-то такого удивительного. И вот люди начинают. Вот под безграмотность это идет. Вот из этого выделились большевики. Они участвовали, конечно, в выборах во всех. Кроме первой Булагинской думы. Потом, в итоге, Ленин считал ошибкой. Надо участвовать. Потому что люди ходят, у них интерес появляется политическим вопросом. Надо этот интерес удовлетворять, пропаганду вести. Но. Ну и какое место у большевиков было при выборах в учредительное собрание в 17-м году? 100 лет назад. Какое? А? Не первое. Второе. Второе. Хорошее второе место. Дескать, вот говорят, давайте вы получите первое, тогда получите власть. Я говорю, не. Мы сначала возьмем власть, а потом с помощью власти привлечем на свою сторону громадное большинство народа. А как привлечем? Вот мир народа мы объявим. Раз. Это все же хотят закончить войну. А буржазия ее, так сказать, не заканчивается, а все гонит и гонит. Новые-новые жертвы идут на фронт. Новые-новые убийства идут. Друг в друга стреляют, потрудящиеся разных стран. Хотя кое-где и братаются, но чтобы они не братались, поэтому смертную казнь Временное правительство ввело. Ну кто будет за это Временное правительство выступать? Если это не выборы, а если это по практике, на самом деле. Раз. Второе. Крестьяне свою вековую мечту очень строго сформулировали в своих наказах. Какой был наказ у крестьян? Землю поделить по едокам. Вот тут едоки сидят. У вас сколько человек в семье? В семье? Четыре. А? Четыре. Четыре? Вам четыре доли. У вас восемь? Восемь долей. У вас тринадцать? Тринадцать долей. Вот по едокам всю землю раздать. Национализировать всю землю и по едокам. Это что, большевистская программа? Нет. Если вы разделите, то все начинают с равного, а приходят к неравному. К двадцать восьмому году у нас снова были бедняки, кулаки и середники. Но это требование большевики удовлетворили на следующий день. Сразу раз. Взяли власти сразу и все. И в эту землю уже не отнять было никакой гражданской войны. Невозможно. А Деникин, который не понимал, что такое экономические интересы, он вешал крестьян и отнимал землю. И вот по мере продвижения к Москве уже, казалось бы, сейчас дни советской власти сочтены. Все. Он все больше вешает, все больше отнимает. А все хуже белая армия сражается. Там где-то в большинстве крестьяне. Интересное, говорит, дело. Мы, значит, тут против большевиков воюем, они дали землю. Эти нас отнимают. А мы зачем здесь воюем? Переходят в Красную армию или плохо воюем? А те, кто в Красной армии, крестьяне, те хорошо воюют. Они понимают, что если Деникин придет и победит, то всем придется расстаться. Они-то сейчас на фронте, а их вся родня. Вся родня-то сейчас возделывают, все землю-то заберут. И отдадут снова помещику. И за кого они будут вызывать. Поэтому вопрос о том, кто победил в гражданской войне, он решался, поскольку это социальный конфликт большой. Не оружием просто. В оружие неплохое поставляли белогвардейцы Антанта. Но основная масса населения, это крестьянское население. Какой класс это? Какой класс крестьянский? Это же не рабочий класс. Правда? Мы говорим, вот какая революция, пролетарская революция. Рабочий класс, да, пришел рабочий класс. Но рабочий класс интересы крестьян сразу же творил. А крестьян это мелкая буржуазия. А мелкая буржуазия это кто? Кто такой мелкая буржуазия? Знаете? Может я мелкая буржуазия, а вы не знаете. Так бы вы узнали и сказали, вот нам преподает мелкая буржуазия. Ну как-то надо так точно знать, потому что если классовый подход, то классовый. Мелкая буржуазия, знаете кто такой? Могу сказать. Познакомствовать. Ну и другие могут это услышать. Мелкая буржуазия, мелкая буржаия это мелкий хозяйчик, работающий на рынках. Что такое мелкий хозяйчик? Сам работает, у него есть свои средства производства, не позволяющие ему нанимать. Мало ему просто их. Постепенно он может набрать себе богатство. И вот пока он работает сам, самостоятельно, но на рынок. Если он не на рынок, а просто выросил, а горщики и сел. Выросил и сел. Это патриархальное хозяйство. А он выращивает и производит для продажи, для обмена на рынке, на деньги. Вот мелкий хозяйчик, работающий на рынке. Кем хочет стать мелкий хозяйчик? А? Большим. Большим. Просто хозяином, настоящим. А кто такой настоящий хозяин буржуанов? У кого есть фабрика, завод, латифундия, и там работает. Не то, что сидят, зря пропадают силы, обсуждают, что-то говорят, вам на поле надо бы работали, а мне бы деньги шли. Вот это было бы да. Вот мечта этого самого мелкого буржуа. Он смотрит на них, вот вы бы работали, вы бы работали. Это хорошо, и вам хорошо. Ну, что вы тут маетесь с этими категориями? А так на свежем воздухе сейчас будет, лопаточками, с граблями все это наносили. Сейлок, вейлок, пока нет, будете это так, из лукошка семена разбрасывать. Красота! Баранить будете вручную. Может быть, коней купим, если наберем. Вот у нас все время Дмитрий Анатольевич все время хочет поднять мелкий бизнес. Постоянно он его все пропагандирует, пропагандирует. Хотя, если бы он читал «Капитал», а он, видимо, его не читал, он бы знал, что крупное производство побивает мелкое все время. И есть закон большей эффективности крупного производства. Ну, почему крупное производство выигрывает? Потому что оно более эффективно. Потому что, скажем, вы вот произвели яблоки и продаете зимой уже полузгнившие. А эти вот, которые крупные производители, они взяли, корабль отправили в Аргентину. И сейчас свежие, прямо груши сейчас сняли и сюда привезли. Как вы можете с ними конкурировать, свежие? А банановые у вас есть? Растут у вас в Ленинградскому? Нет? Вот, пожалуйста, бананы по дешевке. Все время продают. Постоянно у нас урожай бананов созревает. Где? Где-то на другом краю земли. Ну, какой-нибудь мелкий буржавин может все это занять? А яхту, что ли, он погрузится? Из два ящика бананов повезет и утонет по дороге. А тут водят и водят, водят и водят в нашу порту. Докеры разгружают. И никто-нибудь там знакомый разгружает. Докеры разгружают специальными погрузчиками. Есть краны козловые и так далее. Индустрия. Как можно соревноваться? Вот поэтому получается так. Сколько уже лет говорят? Говорит товарищ Ильведев. Мелкий бизнес. Мелкий бизнес. Начинал говорить. Он был у нас 36% в государственный сектор. На сегодняшний день государственный сектор в России составляет 70%. И все продолжает говорить. Мелкий бизнес. Мелкий бизнес. Никто против местного бизнеса не выступает. За это ничего не надо закрывать. Но мелкий бизнес не может конкурировать с крупным. Даже вот вы видите сейчас вот сегодня. Я вот с крупный бизнес в смысле философии. А вы еще пока мелкий. Ну, вот я спрашиваю, что такое революция. Вы не знаете. Как вы можете со мной конкурировать? Раз вы не можете конкурировать, приходите на экзамен. И там будет чего такое на экзамен? Там подавление будет тех, кто не знает. Это страшное дело. Давить будут. И наоборот, поощрение тех, кто знает. Кто это будет делать? Где тут демократия? Нет никакой демократии. Вот большинство. Голосуйте. Так и чего вы будете голосовать? Да ничего не значит. Я подпишу и все. Ужас у нас. Государственное принуждение. Страшное университет. Ужасное. Подавляет. Незнание страшно. Но ради знания как-то выдавить, может, удастся знание как-то из студента. Или наоборот выдавить. Так что вы с пониманием относитесь, я так понял так. Революцию не собираетесь устраивать, дескать. Давайте мы вас будем принимать. У вас будет такая возможность консультации. Это как бы вот революция. Вы все сидите, задаете мне вопросы, я на все вопросы должен отвечать. Есть с тобой предусмотрено? Ну, пожалуйста, все есть. У нас как все демократично, изумительно просто сделано. Так. Значит, что получается? Что такое революция? Это переход. Это такой переворот. Это скачок в общественном развитии. Переворот, в ходе которого на место. Соствующего класса приходит класс гнетенный или подчиненный. Вот и все. Так. Скачок есть, переворот есть. Изменения есть? Все тут, некоторые беспокоились насчет изменений. Конечно, изменения, ничего себе. Вот был один класс, а другой класс пришел. Но это не любое изменение, правильно? Вот я шляпу надел, это изменения. Конечно, изменения. Что такого? А переворот, это мне на руках надо войти. Это уже мне тяжелее будет сделать. Некоторые, может, здесь могут. Правильно, заходят сюда и показывают, что такое революция. На руках, допустим. Рус-рис-рис-рис-рис-рис-рис. Какая оценка? Отлично. А там на подошве написано, там, буржуазия. Буржуазный переворот. Буржуазия пришла к власти. А какой был? А на руках написано, рабочий класс. А не внизу. А это, наверное, буржуазная. Контрреволюция произошла. Так. Ну вот. Есть у нас ясность по поводу того, что такое революция? Революции очень мало. Вот, например, в последнее время, где вы видели, последняя революция, какую вы знаете? Самую последнюю, которая произошла в мире. Какая там революция? Прилетели танки, пушки, самолеты и уничтожили буржуазное государство. Там никакого государства нет. Вот это то, что вы нам обещали рассказать. Все разрушено в Ливии. Нету никакого государства. Ну, как бы три правительства там сейчас. С одним из генералов в России сотрудничает. Может быть, как-то удастся ему собрать силы. Нету там никакого строя. Какой там? Ну, какой. Когда нету, это какой строй? Капитализм. Ну, каждая частная собственность. Что-то как-то может. А какой там капитал господствует? Какой капитал там имел собственность на нефть и газ? Какой? Ливийский или английский? Или французский? Французский. Иностранный. Он и имеет. Какая там революция? Ничего не произошло в этом отношении. В экономическом отношении никакого переворота не произошло. А в политическом это не переворот, потому что просто власть уничтожена. Без власти. Это ради переворот? Это не то, что там барабан крутился у пистолета, а его в помойку выкинули и все. Вместе с барабаном все совсем. Вот и все. Так, вопрос остается. Какой последний революция вы знаете? Так, революция РОС проходит. Это господина Саакашвили в Грузии. Ну, был строй буржуазный, пришел Саакашвили в Сауте, тоже буржуазный. И что изменилось? Ничего особенного не изменилось. В этом, в Киргизии говорить, революция тюльпанов. Тюльпанов там много. Каждую весну. Ну, и что? Какой там был строй? После разрушения Советского Союза там стал капиталистический строй. Ну, а что после того, как в Киргизии стало капиталистический, там что? Снова социалистический, что ли, стал? Нет, как революция. Там ничего не есть, там, ну, руководство меняется несколько раз. В Молдавии вот коммунисты были у власти. Слышали? Воронин их возглавлял. Ну, такие особенные коммунисты, которые не мешали развитию капиталистического строя, а просто назывались коммунисты. Вот если я сейчас назовусь, вот меня зовут Михаил Васильевич Попов, а я назовусь так, Папа Римский Иоанн Павел II. Что от этого изменится? Ничего особенного не изменится. Ну, как-то чувствуете так? Хочуете? Внушительно можно говорить. Простите меня, как зовут меня? Простите. Папа Римский Иоанн Павел II. Вот и все. Вот такие были коммунисты. Ничего они, так сказать, общественную собственность не установили на средства производства. Рабочий класс к власти они не привели. И поэтому этих коммунистов, на них посмотрели, посмотрели, да и прогнали. Можно сказать, что это контрреволюция, когда их прогнали? Да нет, потому что не было революции, поэтому и не контрреволюция. Теперь там, значит, стали прорумынские силы у власти. Так, потом произошел вот демократический сдвиг, скачок, но не переворот. Что там? Никакого переворота не было. Пришел к власти Дадон. Но не князь Дадон. Дадон. И вот теперь с Путиным встречается, как наладить отношения, пророссийский. Ну, был прорумынский, стал пророссийский. Это революция? Нет. Это серьезные изменения. Вот в учебное время, вот такие серьезные, очень серьезные изменения. Ориентация на Запад это одно, ориентация на Россию это другое. Но нет никакой революции. Какой там был строй в Молдавии до прихода к власти Дадона? Капитализм. А после прихода к власти? Капитализм. Какой класс стоял власти? Буржуазия. А сейчас какой? Сейчас буржуазия. Есть такой анекдот, как наши туристы приехали в Париж. Их встречает один бывший белый эмигрант. Бывший, потому что давно уже он там, он уже врос вообще в французскую почву. Но интересуется, что там у нас сейчас. Как, говорит, называется у вас сейчас город-то на Неве? Как, говорит, Санкт-Петербург? Да. А как называется Невский проспект? Невский проспект. А как называется Дворцовая площадь? Дворцовая площадь. Это анекдот времен, когда у нас первым с которым был Романов в Ленинграде, член Политбюро. А кто у вас там правит? Романов. Он говорит, а что я тогда уехал? Все тоже. Вот. Поэтому революция из тех слов, которыми не кидаются. Это такая редкость. И на вопрос о том, какая была последняя революция, я вот даже ответа от вас не получил. Вроде бы там. А сколько разговоров про революцию? Прям открой. Что только не открой, не почитай. Революция на каждом шагу. Но я могу вам сказать, что последняя революция, которая была в мире, это революция в Лаосе, которую возглавлял Кейсон Фамбихан. Это бывшая французская колония, и там очень длительная была борьба, очень сложная и кровопролитная. Почему? Потому что в отличие, скажем, от России и от нашей революции, мы в России-то не испытываем национального угнетения такого. Скорее, больше она сейчас испытывает национальное угнетение, имея в виду, что у нас все иностранное. Если вы вынуждены писать кофе-хаус по-английски, по-английски всякие надписи. Вы бы в Америке видели, что русские надписи были на центральной улице? Я не видел. Я, правда, там и не был, но я был в Греции и видел, что там в Греции английские надписи, как у нас. А греческих мало. Вот едешь от аэропорта, все английские, английские на английском языке. Почему? Да потому что Греция несамостоятельное государство. И у нас сплошь и рядом. Пройдите по-английскому и увидите там. Это для кого написали? А Маяковский по-другому писал. Да будь я и негром преклонных годов, и то без уныния и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин. Совсем другой подход. Недавно Шевченко выступал по Эхо Москвы. Журналист такой честный, очень резкий и яркий журналист. Он так, противник большевиков. Но ведь Ленин это вообще гений, это явление. Если бы не Ленин, Россия бы пропала. Мы целиком обязаны всем тем, что у нас сейчас есть, хорошего, тем, что вот был Ленин председателем Сан-Маркома. По Эхо Москве особенно интересно это слушать. Довольно забавно. Которая явно и вразивник нет. Ну так вот, последняя революция была в 1975 году. А предыдущая, когда? Перед ней была какая революция? Я вам говорил, поштучно. А перед ней была Кубинская революция. В каком году? В которой возглавлял Фидель Кастер. Русский. Рус, наверное, это русский, наверное, ставленник. Как вы думаете? Если Фидель Кастер рус, нет? А чего они такая дружба у нас с Россией у него была? С советской. Так, в каком году? Вот вы знаете, что не рус, а в каком году, не знаете. В 1959. Началась в 1957, можно сказать, завершилась победа в 1959 году. Причем Фидель Кастера изначально коммунистом не был, но он был последовательным революционером. И как последовательный революционер, так сказать, он искал позицию, на которой можно стоять и последовательно проводить в интересах народа, в интересах трудящихся. И эта позиция оказалась коммунистическим. Он стал членом коммунистической партии и генеральным секретарем Компартии Кубы. И вообще поэтому за позицию уважают. Последний, кто с ним встречался, с государственных руководителей, кто? Перед смертью. Владимир Владимирович приезжал. Других и не принимал Кастро. А так вот уважают Россию. Почему? А потому что Россия в другом обличье ее, когда она была Советским Союзом, выручила Кубу. И если бы не России, не было бы этой Кубы. Ну вот это 59-й. Вот две насчитали мы революции. Еще какие революции есть? Вот много-много писали про Венесуэлу, а там никакой революции-то нету. И там и о социализме разговор большой. Много разговаривают о социализме. Ну а кто мешает? Вот давайте все поговорим о социализме. И что от этого мы станем социалистами? Давайте о коммунизме поговорим. И станем сразу коммунистами. Давайте о фашизме поговорим, не дай бог. И станем фашистами, что ли, от этого. Мало ли кто о чем говорит. То есть разговоров очень много. Крупная промышленность национализирована. А какое государство? Что там государство диктатуры рабочего класса, что ли? В Венесуэле? Нет. Там есть Николас, Мадуро, продолжает линию независимую от Соединенных Штатов Америки. Ну независимые линии это это. У нас вот, например, Россия тоже линию независимую продолжает. Частично независимую, а частично зависимую. Но от этого она не становится коммунистической. Это, в общем, слишком мало. То есть революция это слишком высокое, слово большое. Во-первых, созидательная. Если революция, речь вот о продвижении вперед. Причем немедленном. А вот революция локомотива истории, говорили Марк, локомотива истории. Не то, что вот история ползет, ползет, потом раз, и мощное продвижение вперед. Вот как, скажем, все отмечают, сторонники и противники революции социалистической в России отмечают 100-летие. Почему? Потому что она всех затронула. Всех. Абсолютно. И потому что, начиная с этой вот даты, 100-летней годовщины, мир стал другой. Раньше мы говорили, мы живем в капиталистическом мире. А сейчас в каком мире мы живем? А сейчас мы живем в мире, в котором произошло много уже революций. А если их перечислять, вот смотрите, начинаем их перечислять. После Октябрьской революции была революция в Монголии в 1921 году. После войны в европейской части революции произошли, социалистические. В ГДР, в Чехословакии, в Югославии, в Румынии, в Болгарии, в Польше, в Албании. А на Востоке, сначала в Корее, в 1948 году, в Китае, в 1949 году. И все при поддержке этой революции, при поддержке Советского Союза. Все. Это как бы наша революция, но продолжающаяся уже как мировая. Дальше. Во Вьетнаме революция. В Вьетнаме 1945 год, еще раньше, чем в Корее. В Лаосе я уже говорил. О контрреволюции, то есть обратные перевороты. Легко понять, что такое контрреволюция. Это понятие обратной революции. То есть тот же самый переворот, скачок, но не в развитии, а в деградации. То есть реакционный переворот и движение вспять. Скачком и переворотом. И когда к власти приходит прежний реакционный класс, который был уже отстранен от власти, а он в результате контрреволюции снова приходит к власти. Как, скажем, была контрреволюция во Франции. После Великой Французской революции прошла невеликая контрреволюция, но контрреволюция прошла и снова была установлена монархия. Ведь так? Ну, а потом, все-таки, уже без такого грохота и шума, все-таки монархия была устранена, и в итоге все равно к власти пришла буржуазия во Франции. А вот Парижская коммуна была восстанием, а революция не получилась. Почему? Ну, не пришел в итоге к власти. Во-первых, это было в одном городе, в Париже, и рабочий класс установил диктатуру, но в пределах этого города. Но не удалось ее сделать диктатуру на всю страну. У нас ведь в 1917 году диктатура пролетариата, можно сказать, возорилась в одном городе сначала, в Петрограде. Передали власть сразу Совету рабочих, крестьянских, солдатских депутатов на съезде Советов. Вот почему Ленин очень заботился, чтобы взятие власти произошло именно непосредственно близко к этому событию. Потому что этот съезд Советов не большевики, собирали. Это было действие такое всероссийское. По всей России были созданы советы снизу, в том числе крестьянские. И вот эти съезд Советов рабочих, крестьянских, солдатских депутатов, в организации которого, конечно, принимали участие большевики, но это не дело, было только большевиков. Это было движение снизу. И вот к этому движению приготовили власть и тут же ее передали. А если бы оставили у Петроградского Совета, а съезд Советов и Сколбая, это кто такие тут? Какой-то Совет узурпировал власть. Так надо оту его. И что, будете воевать со съездом Совета? Поэтому пришли вот к съезду Совета, и на блюдечке, с лутой каемочкой принесли власть в тот же день вечерком. А утром взяли и вечером туда. Когда начинают рассказывать, что это было раньше, еще было рано, а потом будет поздно, что имеется в виду? Вот вы взяли бы власть до съезда Советов за неделю, и какую-то неделю была какая-то власть непонятно чья. Что, Петроградского Совета? Власть будет во всей стране, а кто такие Петроградцы? Это у нас больше похоже на то, что у нас в власти всех ленинградцев тут, которые попереезжали в Москву. Или съезд разъехался, а тут большевики организовали вооруженное восстание и взяли власть. И что, это власть какой-то там партии большевиков? А не советская власть? Дало ей эту власть? То есть, если понимать, что речь идет о власти, это серьезный момент, очень важно, как та и кто, кто пришел к власти. Диктатура Петроградцева в России пришла к власти как в форме советской. И эта советская форма на весь первый привлечения громадного большинства народа, которые в этой власти все участвовали. В этом ее сила. Поэтому вот все революции, которые я перечислял, вот они все есть. Потом начались контрреволюции после войны уже. Контрреволюция при Ельцине была в Монголии. У нас при Ельцине. Не думаю, что это было особенно наше вмешательство, но и никто бы не поддержал там те силы, которые держали в Монголии социализм. Дальше. Во всех европейских странах, странах СЭФ и Бигославии тоже произошли контрреволюции. Какой сухой остаток, если рассматривать эпоху революции и контрреволюции? Какой сухой остаток? А сухой остаток такой, что сколько сейчас живет в социалистических странах население? Сколько, как вы думаете? Ну, примерно. Миллиард миллиард. Ну, вот, или перехватили раз в два. Полтора миллиарда всего. Что, мало полтора миллиарда, что ли? Зачем вы приписки делаете? За приписки нехорошо делать. Даже если к революции приписывать все равно нехорошо. Полтора миллиарда. Ну, в одном Китае миллиард триста восемьдесят. Недавно в российской газете была публикация о Таневской организации Китая. В ней сто тридцать два миллиона. Почти столько, сколько населения в России. Все ходят в красных галстуков. Есть там комсомол. И девиз у них такой. В борьбе за дело коммунистической партии в Китае будьте готовы. Всегда готовы. И девиз, по-моему, неправильный. Вот, как показала наша контрреволюция, они всегда не готовы. И не только пионеры. И комсомольцы не готовы. И члены партии в основной массе тоже были не готовы. Все они были готовы только к праздничному движению вперед. К шестям с красными знаменами. К выдвижению флагов и раздаче премий. А вот к тому, что надо будет бороться с контрреволюцией, в основном не готовы. Ну, вот что есть. Они еще не полностью извлекли уроки из нашей контрреволюции китайцев. Но они обучаются. Они кое-какие уроки извлекли. Рассказываю. В Китае, когда у нас есть был Горбачев, которого некоторые думали, что он действительно что-то новое и хорошее созидает, и мало кто разгадал, что его деятельность состояла в уничтожении вообще социализма и изменении общественного строя. Вот вы сразу-то сказали изменение общественного строя. Правильно. А как вот одним словом сказать? Перестрой. Правда? Перестрой. Это изменить строй. Перестройка. Это значит взять и сделать другой строй. Вот он везде говорил перестройка, а люди как-то не расшифровывали, что бы это могло означать. И думали, что отсюда камень туда переставить, и перестроить что-нибудь. В ходе бурного, непонятного строительства. Изменить строй удалось в итоге. И вот во времена, когда у нас был господин Горбачев, который не случайно 80-летие даже свое не в Россию отмечал. Наверное, столько полезного сделал в России, надо было уехать в Англию, там, где все отщепенцы отмечают свои праздники, и он туда и уехал. И вот этот самый Горбачев приезжал, налаживал контакты с Китаем, и прежний генеральный секретарь Ху Яабан его зовут. Он всячески сделал друльские жесты Горбачеву и настраивал руководство Компартии Китая на то, что надо последовать примеру Братского Советского Союза. И вот Тэн Сяопин, руководитель военного совета, у себя во дворце собрал политбюро, и в одночасье его выгнали, этого Ху Яабана, из генеральной секретарей. А через год он и умер. Стал там другой генеральничек сказать, Джао Цзи Ян. У нас мало об этом пишут, потому что это вот пример такой хороший. Некоторые примеры как-то не хотят знать, или читать, или слышать. Вот этот Джао Цзи Ян вышел на площадь Тянь-Аль-Мэнь, где происходило действие вот такое, похожее на Майдан на Украине. Дескать, давайте, так сказать, мы хотим свободу под свободой, имеется в виду, конечно, свободу частной собственности и капитализма прежде всего. Ну и что сделали товарищи, китайский товарищ Дэн Сяопин, собрал снова политбюро. Этого Джао Цзи Яна сняли из генеральных, уже второго подряд, посадили под арест в хорошем здании в Пекине, хорошо кормили, поили, 15 лет. Он 15 лет просидел под арестом пока и не почил. в бои, так сказать, собственной смертью. Никто его не наказывал никак, ничего с ним плохого не делали. Жил он хорошо. Некоторые наши товарищи бы, особенно пенсионеры, очень бы позавидовали жизни Джао Цзи Яна в течение 15 лет. Как раз они бы хотели дожить так безбедно в старости, как Джао Цзи Яна, поскольку его всем снабжали, все обеспечивали. Поэтому там этого изменения строя контрреволюции в Китае не произошло. Соответственно, не произошло в Вьетнаме, хотя вьетнамскую революцию пришлось защищать. Вы, наверное, знаете, помните, я бы не стал говорить, но знаете, что была вьетнамско-американская война, в которой задача Соединенных Штатов Америки была, которые закрепились на юге, в Южном Вьетнаме, капиталистическому пытались уничтожить Северный Вьетнам социалистический. А северо-вьетнамцев поддерживали Китай, были там китайские добровольцы, и наши средства ПВО были. Вот я здесь был на экономическом факультете в это время в аспирантуре, а в аспирантуре был такой Миша Ширяев у нас. Миша Ширяев был в этой группе, которая была во Вьетнаме, как раз в системе, которая обеспечивала борьбу с американскими самолетами. Там наши зенитные стояли ракеты, а он был на радиолокаторах. Расстояние 2 километра они, в таком расстоянии, подвижные системы. И вот, когда они туда прибыли, через Китай, с Китаем нашли плохие отношения, но эшелон во Вьетнам пропустили. Приехали туда, там тучами летали, там по 200, по 150 самолетов, и бомбили все и вся, на вьетнамской территории. Ужасно там было. Причем использовали химические вещества, и напалм, то есть, совершенно зверская была война. Я помню газетные фотографии, что головы отрезали, там, этим вьетнамцам. То есть, что творили? Ветераны вьетнамской войны, американской, это страшное дело. И вот наши прилетели, как начали стрелять в этих. Не надо прямо целиться, прямо стреляя в эту тучу. Пять самолетов падает. Еще устав был у нас такой, что вторую не надо, надо вторую выпустить ракету, только тогда перезаряжать. Но если ты вторую выпустишь, начнешь перезаряжать, налетят вот эти самолеты, все разбомбят, и живого места не останется. Поэтому наши товарищи, руководствуясь не только уставом, но и здравым смыслом, пониманием, сохранением своих жизней, сразу заряжали вторую ракету. А американцы, конечно, их разведка поставлена, они думают, ну, раз у них по уставу сейчас вторая выстрелила, можно налетать. Налетают опять тучи наши, выпускают ракету, опять сбивают пять самолетов. И вот товарищ Ширяев рассказывал, как была встреча в Канаде ветеранов Вьетнамской войны. И вот там представляют этих летчиков, летчиков, летчиков американских. А потом представляют, это вот Михаил Ширяев. А у него орден Красной Звезды. Те так загрустили так сразу, потому что это понятно, что если это товарищ, который был из Советского Союза, он работал в ПВО и много надбивал. Гордиться там американцам нечего, ни успехами военными, никакими. Они проиграли во Вьетнаме, и это единственная, можно сказать, вот война, ну, кроме там войны с Мексикой, когда они прибирали рядом соседнюю страну, территорию ее. Единственная страна, где они самостоятельно воевали, без Советского Союза, а сами. Ну и что? И проиграли они, их разгромили. Поэтому они вот хорохорятся, что у них много вооружений и так далее. Но как только начинается какая-нибудь война, то не особенно у них получается. Очень просили они, чтобы в Корее наши воевали, потому что они вот сбросили бомбы на Японию, а война-то не выиграна, если туда не пришли войска. А наши войска, все там сделали. Уничтожили миллионную Квантунскую армию в Манчжуре. Миллионную. Причем очень быстро. Все сначала просили раньше, мы сказали, не, мы пока перебазируем войска, технику, и раз, раз, и уничтожили. Расчленили по частям и этой крупной группировки, колоссальной, и просто не стало. Об этом не очень не пишут и рассказывают слабо. Это выдающееся было событие Второй мировой войны. Причем мы, как и обещали, объявили с 1 сентября войну Японии, и эта война быстро закончилась. Вот поскольку в этом регионе вопрос о социализме, это вопрос о социалистическом государстве, это вопрос о национальной независимости. Там были колонии и полуколонии. Там при капитализме ничего не светило народу. То есть грабили бы, грабили и грабили. В России и при капитализме была достаточно крупная страна. На каком месте была Россия в 13-м году? Это наша страна. Вы же не из Японии. Ну, примерно. По уровню экономического развития. Кто скажет? Как вот вы будете встречаться с иностранцами? Они все знают про свою страну, вы не знаете. А они вам про Америку. Вы им про Америку. А они вам про Францию. Вы им про Францию. А они их спросят про Россию. Ну, что вы спрашиваете? Откуда вы нам знать? Ну, это не к вам претензии. Это у нас вот так организовано средство массовой информации. То тут чего только не можно почерпнуть. Но как по сознанию много не почерпнешь. тем более о нашей истории собственной. Там вам какого угодно какого-то деятеля в Поехо Москвы расскажут, какой он и какие у него родственники и дети и что он делал и так далее. Десятистепенные по значению. Наши исторические фигуры неизвестны. на пятом месте были. Тем более, что некоторые говорят отсталая Россия. Что значит отсталая? Если вы в соревнованиях участвовали и на пятом месте это вы сильно отстали. От кого вы отстали? От первых четырех. Отстали. Это плохо или нет? Пятое место получить. Ну, конечно, лучше третье получить, призовое. Призовое не получишь. Но пятое это не 105-е. И не 125-е, а пятое место. Крупная страна. Это не скажешь про эти страны, где были революции. Там революции были как необходимые условия социалистической революции и вообще быстрого и самостоятельного национального развития. Корейские капиталисты, которые распространены по миру, помогают Северной Корее. Почему? Потому что, знаете, строят национальное корейское государство, а Южная Корея находится под пятой американских войск. неужели будут помогать Южной Корее капиталисты, а не помогают Северной. Я в Северной Корее был, и это знаю, так сказать, из первых уст. Видел, как там народ живет. Хорошо там народ живет. Бомжей нет. Нищих нет. Страна утренней сверности. Культура, наука быстро развивается. Ну, я думаю, и сами можете догадаться. В такой стране, в которой 25 миллионов человек создано ядерное оружие и ракетные системы, это без развития физики, машиностроения и научно-технического прогресса невозможно сделать. Это не делаешь в сарае, как или в рамках мелкого бизнеса, которым нас призывает все время Дмитрий Анатольевич Дорогой. Это не мелкий бизнес, если там ракетно-ядерный щит создан. Ну, наш эксперт в нашей газете российской однажды написал, что это единственный правильный путь, потому что если идти по пути создания точного оружия, которое сейчас делают в США и в России, что вот отклонение там несколько метров от намеченной точки и можно подавлять. Вот что были, вот эти средства были применены в Сирии ракеты «Калибр», которые вдруг с каких-то кораблей в Каспийском море, там какая-то Каспийская флотилия, думают, что там баржи. А вдруг с этих барж вылетают эти самые ракеты и попадают прямо туда, в Сирию. Или из подводных лодок их запускали, эти ракеты «Калибр» из-под воды вдруг вылетают ракеты, из подводного положения вылетают ракеты и летят в назначенную точку. расстояние отклонения 2-3-5 метров. Это очень дорого. Это не потянуть в такой стране, как Корея, поэтому у них единственный выход такой. Или как им говорят, вы уберите свою ядерную программу, говорят им американцы. Уберите свою ракетную программу, говорят им американцы. И что тогда будет? Ну, сразу их прихлопнут тут же, моментально. Это как кричат, знаете, как какой-нибудь бандит гонится и говорит «Стой, я тебя убью!» Тот, который ему кричат «Стой, я тебя убью!» ему лучше, наверное, не останавливаться. Как вы считаете? Если тот, который сзади бежит, прямо «Стой!» и говорит «Я тебя убью!» Нет, лучше я тебя убегу и до свидания. А убегает он чаще, потому что первый бежит, потому что он бежит от смерти, а второй за жертвы бежит. первый лучше бегает. Хотя вообще бегун может и не такой хороший. Вот такая интересная получается картина. Так что в современном мире имеются две системы. Одна из них медленно развивается, двадцатка собиралась и говорит «Надо нам развиваться с темпом роста где-то не меньше, чем 2%. Двадцатка это крупнейший капиталистический державы собрались и Америка, и Франция, и Германия, и Россия». Ну и как насчет двух современной буржуазной России? Вы что не знаете? Полграсснито? А? Полграсснито? Близко, да, к этому. Где-то статистика говорит, что 0,8. Но, наверное, будет точнее определить. Потому что статистику даже переподчинили Министерства экономического развития, а то она какие-то маленькие данные дает. Полпроцента. А отсюда, если у нас много появляется долларовых миллионеров и миллиардеров, естественно, это за счет чего можно. Если у вас два сосуда, и если сюда наливается, значит отсюда выливается. поэтому, если у нас за последний год на 10% вышло число долларовых миллионеров, вы не входите в их число, нет? Я и смотрю, что у вас такое грустное лицо? А вот сейчас веселое лицо, вы, наверное, доллары миллиардер. 11% долларов миллиардеров. А что касается реальных доходов, 90,5% по отношению к 2013 году. к 2013 году доход реальный 90,5%. Да вы можете свою стипендию посчитать. Она же не шибко увеличилась, а инфляция это все шла, 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 она забирала, тут у вас не будет столько мало, сколько я сказал, вообще про доходы реальные, а больше будет снижение. А реальные зарплаты 92,5% по отношению к 2013 году. То есть если большого количества народа собрать, придешь и чтобы было понятно, вот скажем, вот если с вас по 1000 рублей сейчас собрать, 3,4,5,6,7,8,9 тысяч. Степан, 9 тысяч нам хватит на обед в ресторане? Ну, смотря что возьмем. Смотря какой ресторан. Смотря какой ресторан. Ну, мы тут ближайшие тут есть. Мясо, коза, мясо. А если мы плохо сейчас пообедаем, только из-за вас. То есть картина тут совершенно понятная. И вот сейчас еще революции сейчас в мире никаких нет. Никаких нету. Нету. А соотношение между соцстранами и капстранами меняется в чью пользу. Ну, у Китая 6,5% производства. 6,5%. А у двадцатки меньше двух. Значит, идет вот сейчас изменение этого соотношения. И что делать? А вот империализм он чреват тем, что крупнейшие державы подавляют, пытаются захватить богатство всех остальных. Вывоз капитала и эксплуатировать их. А есть тоже крупные государства, такие, как Россия, такие, как Бразилия, Южная Африка, Индия. Индия, там, миллиард, тоже порядка миллиарда 300 миллионов. Они не хотят быть объектом эксплуатации. Что им делать? Они начинают спасаться. Куда? Как спасаться? А присоединятся к соц. странам. Отсюда такое вот явление вроде странное с точки зрения классовой борьбы. Что это за союз такой БРИКС? Бразилия, Россия, Индия, Китай, САУФ, СЭС, САУФ, Африка, Южная Африка. Вот это что такое? Или Шанхайская Организация Сотрудничества. А вы не видите, как Владимир Владимирович, как лидер буржуазного государства, наезжает все время в Кекин, а потом сюда приезжает Си Цзяньпин. Есть тут взаимные интересы? Есть. Китай может сейчас по уровню ракетного оружия превосходить США? Пока нет. А вместе с Россией да. Причем у нас паритет Россия и США. Паритет. Столько боеголовок и столько ракет, сколько у них, столько и у нас. Сколько у нас, столько и у них. По договору выдерживается. А Китай не в счет. Ну он не в счет, не в счет, а у него все больше и больше, все больше и больше, все больше. И он в союзе теперь с Россией. И это союз с чего? Каких стран? Ну с разными системами. Исходя из чего? А иначе раздавят. И ту раздавят страну, и ту раздавят. Невидно, не слыхано такое явление. Ну а куда? К кому присоединяться будет? К кому надо присоединяться? К сильному или к слабому? Давайте к слабому присоединимся и вместе мы понем. Пропадет. Поэтому присоединяется к сильному. Вот такая картина. Такая картина такая необыкновенная. То есть мы вот рассмотрели с вами сегодня понятие революции, понятие контрреволюции, прямо в противоположное понятие, когда идет скачок, переворот, на место прогрессивного класса встает класс реакционный и совершает содержание вспять, регресс реакции. Вот это вот контрреволюция. И примеров у нас наши вот последние последние события, последние десятилетия дали примеров и революции, и контрреволюции. Революции немного, контрреволюции много, но меньше, чем революции. Поэтому баланс пользу революции идет. И это совершенно понятно. Баланс пользу революции и движение в прогрессе оно неостановимо. Поэтому любишь, не любишь, там вот не любит, там скажем, тот же Дмитрий Анатольевич, может он не любит этот социалистический Вьетнам, но он же должен ехать и встречаться с генеральным честарем Компартии Вьетнама, чтобы решать свои экономические вопросы. Потому что нигде не купишь там на Западе. В Вьетнаме купишь, Вьетнам поддержит. И Вьетнам нас очень любит и уважает за ту помощь, которую Советский Союз, не Дмитрий Анатольевич, Советский Союз оказал. Но он как, они все встречают так, так сказать, наших товарищей, нынешних лидеров, как продолжателей дела Советского Союза. Это наблюдается всегда с почетом большим. Ну, а что делать? Вот такая сложилась ситуация в мире. В этом смысле вот это называется мировая революция. Не так, как ее траскисты, понимают, бросил всех странах мировая революция. Нет, так не бывает. Цепочка идет, революция, контрреволюция, острые классы и борьбы и целая эпоха бурных потрясений. Вот мы с вами в эту эпоху и живем. Всем за вас поздравляю. обед по этому поводу, по поводу революции и контрреволюции. Вот, Степан сказал, никто не сдает, извините. Никто не сдает, они бы сдали, но у них нету таких сумм. по поводу революции. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.